Катастрофа библейского масштаба. К чему ведет конфликт в секторе газа? Спираль конфликта на Ближнем Востоке продолжает раскручиваться. Военная операция Израиля в секторе газа вступила в третью фазу, что означает расширение наземных действий. В Хамас предупредили, что действия Израиля приведут лишь к усилению сопротивления. Число жертв среди мирного населения продолжает расти. По данным ЮНИСЕФ, в секторе газа ежедневно гибнут и получают ранения более 400 детей. Тем временем в Белом доме заявили, что сейчас прекращение огня было бы неправильным решением. С резкой критикой в адрес США выступил Иран. В Тегеране заявили, что Вашингтон является стороной конфликта в секторе газа, но поддержка Израиля может привести к открытию новых фронтов против США. О последних событиях на Ближнем Востоке, угрозах эскалации и поиске решений рассказываем в обзоре Белта. Люди доведены до отчаяния. Что происходит в секторе газа? Бомбардировки сектора газа ведутся уже почти месяц. Американская газета The New York Times со ссылкой на американских экспертов сообщила, что с 7 по 29 октября в Газе были повреждены или разрушены до 44,5 тысяч зданий. Под удар попадают жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты. 17 октября по больнице Аляхли в секторе газа был нанесен удар, который унес жизни около 500 человек. По данным Минздрава сектора газа, среди погибших были только гражданские лица. Хамас утверждает, что удар нанесла израильская армия и называет происшедшее актом геноцида. В Израиле заявили, что трагедия произошла в результате неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. По мнению израилетян, ответственность за удар по больнице несет организация «Исламский джихад». 31 октября израильские военные нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия. Врач больницы, принимавший многих пострадавших из Джабалии, заявил, что большинство погибших и раненых – женщины и дети. По его словам, в больницу поступили около 400 человек. Из них 120 были уже мертвы. Министерство здравоохранения в секторе газа информирует, что с начала обострения конфликта погибли более 8,5 тысяч палестинцев. По данным ЮНИСЕФ, в секторе газа в результате обстрелов каждый день гибнут и получают ранения свыше 400 детей. По словам генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппо Лазарини, женщины и дети составляют порядка 70% погибших в секторе газа. Так, за три недели было убито около 3200 детей. На юге сектора газа, куда гражданскому населению приказано бежать, сообщается о случаях мародерства в центрах распределения гуманитарной помощи. Основы гражданского порядка начинают рушиться после трех недель войны и жесткой блокады газа, заявил Евроньюз Томас Уайт из Ближневосточного агентства ООН. По его словам, люди выносили пшеничную муку и гигиенические принадлежности. Он также добавил, что напряженность и страх усиливаются из-за перебоев со связью. Постпред России при ООН Василий Небензе заявил, что в секторе газа в настоящее время разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба. По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за 8 тысяч человек, половина из которых дети, женщины и пожилые люди. Под завалами находятся более 2 тысяч человек, половина из которых также дети. Более 21 тысячи человек ранены. Количество внутренне перемещенных лиц в газе достигло 1 миллиона 600 тысяч человек, заявил дипломат во время заседания Совбеза ООН 30 октября. Небензе также обратил внимание на потери среди сотрудников ООН в зоне конфликта. Масштаб потерь со стороны ООНовских агентств шокирует. 64 сотрудника убиты, 22 ранены, 42 объекта Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ разрушены. «Мы отдаем дань сотрудникам ООН, которые продолжают работать в невообразимых условиях, и тем, кто заплатил за это своей жизнью», – заявил Небензе. Дипломат отметил, что под угрозой атак находятся медицинские учреждения. В результате бомбардировок полностью выведены из строя 9 больниц. В оставшихся наблюдается острый дефицит медикаментов. Блокада сектора газа приобрела, по сути, тотальный характер. В анклаве отключены интернет и мобильная связь. Он попросту отрезан от остального мира. Никто не знает достоверно, что там сейчас происходит. Такая блокада не только сеет еще большую панику среди мирных жителей. Она напрямую подрывает работу медицинских и спасательных служб. А значит, приведет к новым жертвам среди гражданских лиц. По этой же причине не удалось согласовать проход 28 октября очередного гум-конвоя через КПП Рафах, заявил Небензе. В результате в секторе газа сложился острый дефицит воды, топлива, продовольствия, медикаментов. Люди напуганы и доведены до отчаяния, подчеркнул дипломат. О гуманитарной катастрофе в секторе газа заявил генсек ООН Антонио Гутерриш. Он напомнил, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать как блюдо из меню. Им нужно следовать в обязательном порядке. 31 октября Гутерриш вновь призвал немедленно прекратить огонь, а также предоставить безопасный гуманитарный доступ в газу. Он также заявил, что поражен беспрецедентным ростом обстрелов Анклава. На минувшей неделе генсек ООН выступил с осуждением атаки Хамас на Израиль, при этом отметив, что нынешний конфликт разгорелся не на пустом месте. По его словам, жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации. Заявление Гутерриша вызвало резкую реакцию со стороны Израиля. Израильский постпредпри ООН Гелат Ирдан призвал генсека немедленно покинуть свой пост. Дипломат также прикрепил к своему пиджаку «желтую звезду», подобную той, что евреи носили в период Холокоста. Между тем, в ООН прокомментировали информацию о том, что в Израиле рассматривалась идея о переселении 2,3 млн. жителей сектора газа в Египет. Ранее израильские власти признали существование документа с подобным предложением, однако отметили, что это концептуальная бумага, и изложенные в ней идеи носят гипотетический характер. Представитель генсека ООН Стефан Дюжарик заявил, что Всемирная организация выступает против насильственного перемещения людей. Это не подлежит обсуждению. Операция вступила в третью фазу. Что предпринимает Израиль? В минувшие выходные премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные вошли на территорию сектора газа. «Наши сухопутные войска прошли через ворота газы, пошли в логово зла. Эта война с четко обозначенными целями – уничтожить власть Хамас и вернуть заложников», заявил Нетаньяху в телеобращении к нации. Он пообещал сделать все возможное для освобождения заложников, удерживаемых в газе. Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль переживает судьбоносный момент. «Это наша вторая война за независимость. Мы сражаемся, чтобы защитить свою родину. И мы искореним врага на земле и под землей», заявил израильский премьер. «31 октября Нетаньяху сообщил, что операция Израиля в Газе вступила в третью фазу. Это означает расширение наземных военных действий в Анклаве. Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель – уничтожить военный и управленческий потенциал Хамас. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап – постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап – расширение наземного проникновения в сектор Газа. «Армия обороны Израиля делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», приводит слова израильского премьера ТАСС. Нетаньяху также сообщил, что израильские военные находятся в состоянии повышенной готовности и на северных границах, где продолжаются обстрелы со стороны ливанского движения Хизбаллах. По словам Нетаньяху, если не победить Хамас, проиграет и западный мир, и весь арабский мир. Возникнет огромная угроза человечеству. На этой неделе вышла статья о Нетаньяху в американском издании The Wall Street Journal. Израильский премьер провел параллели между нападением Хамас 7 октября и терактами в США 11 сентября 2001 года, а также атакой Японии на Перл-Харбор. По словам Нетаньяху, Израиль не согласится на прекращение огня, поскольку это будет означать поражение перед Хамас и в целом перед терроризмом. Тем временем в Минобороны Израиля заявили, что в сектор газа вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы. Цахал уже находится на подступах к самой Газе, крупнейшему городу Анклава. Наряду с этим прозвучало заявление израильского министра обороны Йоова Галланта о том, что Израиль не стремится к большим войнам на Ближнем Востоке. Однако страна готовится к возможным угрозам со стороны Ирана и Хизбаллах. При этом Галлант признался, что у Израиля нет доказательств причастности Тегерана к событиям 7 октября. Глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что операция в секторе газа будет сложной. Она предполагает ожесточенные бои. Он также отметил, что в Израиле высоко ценят поддержку со стороны Соединенных Штатов. О беспрецедентном уровне сотрудничества с Вашингтоном заявил и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Привозит слова Дермера ТАСС. Прекратить огонь будет неправильно. Какова позиция США? США не намерены принимать участие в боевых действиях в секторе газа, однако готовы оказывать помощь Израилю. Такая позиция была озвучена рядом высших должностных лиц США. О том, что США не намерены отправлять свои войска в зону конфликта, заявила вице-президент страны Камала Харрис. Она отметила, что США помогают Израилю, оказывая дипломатическую поддержку и предоставляя консультации и оборудование. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что цели и стратегию своей военной операции определяет Израиль. Что касается США, то они будут и дальше поддерживать Израиль. При этом Кирби отметил, что Вашингтон также намерен доносить до израильских властей свою точку зрения и задавать сложные вопросы. Примечательно, что Кирби обозначил позицию США касательно продолжения военных действий в секторе газа. Он заявил, что прекращение огня сейчас не будет правильным решением. «Мы полагаем, что прекращение огня в настоящий момент пошло бы на пользу только Хамас», – сказал Кирби. Вместо остановки боевых действий Кирби поддержал ведение гуманитарных пауз, которые позволили бы точечно доставить помощь в Анклав. Кирби также заявил, что Вашингтон требует от Ирана проявить сдержанность на фоне конфликта в Газе. «Мы серьезно относимся к нашим интересам национальной безопасности в регионе, поэтому президент задействовал две ударные группы авианосцев», – сказал Кирби. «Ранее США сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп Дуайт-Изенхауэр и Геральтфорд в связи с конфликтом в секторе газа». Новые фронты против США. Как видят ситуацию в Иране? В Тегеране требования США назвали недействительными. «Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться, но в то же время обеспечивают широкую поддержку сионистскому образованию. В такой ситуации мы считаем это требование недействительным», – цитирует ТАСТ президента Исламской Республики, Ибрахима Раиси. По мнению Раиси, поддержка США своих союзников на Ближнем Востоке не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем. «Расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке», – подчеркнул он. Президент Ирана отверг обвинение в причастности его страны к нападению радикального движения «Хамас» на Израиль. «Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана», – сказал Раиси. В свою очередь глава иранского МИД Хосейн Амир Абдуллахиян в интервью американским СМИ заявил, что Тегеран не хочет, чтобы конфликт в секторе Газа перекинулся на весь Ближневосточный регион. Он также отметил, что поддержка Израиля может привести к открытию новых фронтов против Соединенных Штатов. По словам главы иранского МИД, Тегеран не просто наблюдает за происходящим. Иран будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. Он также заявил, что американские власти являются стороной конфликта в Газе. Поэтому они не вправе призывать кого-то к сдержанности. Духовный лидер Ирана Али Химинеи на фоне событий в Газе призвал остановить экспорт нефти и продовольствие в Израиль. При этом он заявил, что против Палестины стоят США, Великобритания и Франция. «Исламский мир не должен забывать, что именно США, именно Франция, именно Британия, а не только сионистский режим встали против Ислама, против многострадальной Палестины. Он должен понять это и учитывать в своих взаимоотношениях», – сказал Химинеи. «Исламские правительства должны настаивать на немедленном прекращении преступлений. Они должны перекрыть экспорт нефти. Они должны прекратить экономическое сотрудничество», – добавил духовный лидер Ирана. Два пути и красные линии, что заявляют Хамас и Хизбаллах. Представитель палестинского радикального движения Хамас Абдель-Латив Аль-Кану заявил, что Израиль не достигнет своих целей в Газе. Он также предупредил, что действия израильских военных приведут лишь к усилению сопротивления. Вместе с этим представитель Хамас Хазем Касом заявил телеканалу Аль-Джазира о готовности обменяться пленными с израильской стороной. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Хамас, Израиль и Египет при посредничестве Катара пришли к соглашению, которое позволит иностранным гражданам и тяжело раненым людям покинуть сектор Газа через КПП Рафах. Еще один представитель Хамас, Гази Хамад в интервью итальянской газете «Карьера Делосера» заявил, что за высокомерием Израиля стоят американцы. Послушайте, есть только два пути – мир и насилие. Махмуд Абас, президент Палестины, человек мира, он всегда готов говорить. Но после 30 лет разговоров, чего он добился? Меньше нуля. Это не просто политика экстремистского правительства Нетаньяху. Никогда не было подходящего времени для уступа к палестинцам, а было только расширение контроля Израиля. Они не оставили нам другого выбора, кроме насилия. За высокомерием Израиля стоят американцы, и международное право их не волнует. Зачем слушать Хамас, если мы можем его победить? Что ж, они ошиблись. Операция «Потоп Аль-Аксы» меняет Ближний Восток, заявил Хамад. Между тем, член политбюро Хамас Мусаабу Марзук выразил разочарование действиями арабских стран, а также ливанской Хизбаллах. Хамас рассчитывал, что получит от них большую поддержку. «Мы возлагали большие надежды на Хизбаллах и на наших коллег на Западном берегу, но мы встревожены разочаровывающей позиции наших соратников в палестинской администрации», сказал Марзук. В Хамас заявили, что ждут от Хизбаллах активизации действий против Израиля. В то же время член Хизбаллах Набелькаук заявил о готовности ливанского движения к соразмерному ответу, если Израиль переступит красные линии. «Наш противник в Израиле хорошо знает наши красные линии, и Хизбаллах без колебаний встанет на защиту Ливана и его мирных жителей, если враг продолжит нападать на них». «Хизбаллах продолжит свою борьбу, пока планы агрессора не будут сорваны, потому что у нас у всех одна битва и одна судьба, и у нас нет иного пути, кроме победы. Ведь победа в секторе Газа – это в то же время и победа Ливана, и защита всего региона от израильской агрессии», – цитирует Каука ТАСС. Ответственность за резню лежит на Западе. Как реагируют в мире? С резкой критикой в адрес Израиля выступила Турция. Президент Раджеп Таип Эрдоган принял участие в митинге в поддержку Палестины, который в прошлые выходные состоялся в Стамбуле. Он заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником. В Газе проводится настоящая резня. Народ Газы хотят массово истребить голодом, отсутствием воды и топлива, – приводит слова Эрдогана ТАСС. Он также заявил, что не считает Хамас террористической организацией. Ответственность за кровопролитие в Газе Эрдоган возложил на Запад. Ответственность за резню в Газе целиком лежит на Западе. Конфликт в регионе – это его детище, – сказал Эрдоган. По словам турецкого лидера, западные страны, которые еще вчера проливали крокодили слезы по мирным жителям, погибшим в конфликте между Украиной и Россией, сегодня безмолвствуют перед лицом гибели тысяч невинных детей в Газе. Если вы плачете по Украине, почему молчите по детям, погибшим в Газе? – спросил Эрдоган. Эй, Запад, обращаюсь к вам. Вы хотите войну между Крестом и Полумесяцем? Тогда знайте, этот народ не умер, этот народ жив и стойко стоит. Кем мы были в Ливии? Кем мы были в Карабахе? Мы будем теми же на Ближнем Востоке, – сказал Эрдоган. Он дал понять, что Турция не изменит свою позицию по Палестине. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает за скорейшее начало мирного процесса по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, чтобы не допустить его разрастания в масштабах региона. Для этого необходимо немедленно прекратить огонь. Дипломат также обратил внимание на запрет в некоторых странах Европы проводить акции солидарности с палестинцами. «Разрешение акции по осквернению нашего священного писания Корана под предлогом свободы выражений мнений на фоне запретов ряде европейских стран демонстрации в поддержку Палестины является проявлением двойных стандартов», – заявил Фидан. С Фиданом не согласна его британская коллега Суэлла Браверман. Она назвала проходящие в Великобритании акции в поддержку Палестины «маршами ненависти». Я считаю, что эти шествия можно описать лишь одним способом – это марши ненависти. В последние несколько недель мы наблюдали, как десятки тысяч человек выходили на улицы после массового убийства евреев, самой масштабной расправы со времен Холокоста. И при этом скандировали лозунги, призывающие стереть Израиль с карты мира, – заявила дипломат. Она также отметила, что в подобных акциях принимают участие лица, балансирующие на грани закона. С призывом оказать полную поддержку Израилю выступил канцлер Австрии Карл Нехамер. Израилю нужна наша полная поддержка, поскольку в настоящее время он борется с террором Хамас на местах. И это важно в том числе и для того, чтобы террор не пришел в Европу, – цитирует Нехамера ТАСС. При этом он подчеркнул, что Евросоюз должен однозначно дать понять, что поддерживает Израиль в нынешнем конфликте. Необходимо серьезное и конструктивное обсуждение ситуации с безопасностью в Европе, – считает австрийский канцлер. После нападения Хамас на Израиль, по его словам, ситуация с безопасностью напряженная не только в Европе, но и в Австрии. Уже есть тревожные кадры насилия на палестинских демонстрациях в Германии, – пояснил он. В Австрии Министерство внутренних дел повысило уровень террористической опасности. «Мы принимаем немедленные меры, такие как создание контртеррористического центра с тремя подразделениями, которые круглосуточно следят за ситуацией», – сказал Нехамер. Австрийские спецслужбы, как уточнил он, находятся в постоянном контакте с международными партнерами. «Террор – враг всех нас, и мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что такой эскалации насилия не будет места в Европе», – заключил канцлер Австрии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал остановить боевые действия в Газе, чтобы обеспечить поступление гуманитарной помощи. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ предупреждает об отчаянном положении жителей газы, лишенных электричества, пищи, воды. «Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву», – заявил дипломат. Перспективы мирного урегулирования палестинско-израильского конфликта находятся на грани краха. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Джан Цзюн, сообщает ТАСС. «Мы глубоко сопереживаем населению газы, которое находится на грани жизни и смерти. И мы также, если не сильнее, обеспокоены перспективой процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который находится на грани краха», – сказал дипломат. Китай призывает обе стороны немедленно прекратить все боевые действия, установить гуманитарное перемирие и сделать все возможное для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, подчеркнул Джан Цзюн. Китай также призывает все стороны, которые могут оказать влияние на этот конфликт, отставить в сторону свои интересы, а также геополитические соображения и предпринять все усилия, чтобы остановить войну и восстановить мир. К прекращению боевых действий призвала и Саудовская Аравия. Министр обороны страны принц Халид бен Сальман аль Сауд призвал работать над восстановлением мирного процесса с целью соблюдения прав народа Палестины и создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. О том, что ключ к решению проблемы в создании палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что США не заинтересованы в мире в данном регионе. Вашингтону, нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке. Мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями. Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту, заявил Путин. Об опасности разрастания конфликта заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати. Он отметил, что вовлечение Ливана в Палестино-израильский конфликт погрузит весь Ближний Восток в хаос. При этом, Микати считает, что ответственность лежит на Израиле. Если эта страна продолжит нарушать ливанские границы и наносить удары, то разгорится война. Он также сообщил, что Ливан контактировал с международными организациями и согласовал с ними план действий на тот случай, если война действительно начнется. Подробности Микати не привел. Тем временем Лига арабских государств созывает экстренное заседание на высшем уровне. Оно состоится 11 ноября в Риаде. Ранее с призывом к лидерам арабских стран созвать экстренный саммит обратился президент Палестины Махмуд Аббас. По его словам, такая встреча необходима в рамках усилий по прекращению боевых действий в секторе газа. Если взорвется, жарко будет всем. О чем предупреждает Лукашенко. О ситуации на Ближнем Востоке путев выхода из сложившейся ситуации на минувшей неделе высказался белорусский лидер Александр Лукашенко. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что если Ближний Восток взорвется, то жарко будет всем. Это беда. Ближний Восток здесь всегда был театр военных действий. Если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на север все страны. Как там будет развиваться ситуация, одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель, заявил Александр Лукашенко. По словам главы государства, эта американская сторона сказала израилетянам не наступать в сектор газа, пока США не развернут в регионе свои силы. Много нюансов, но американцы всем управляют. Сказали «стоп» – стоим. Сказали «наступать» – наступаем, отметил белорусский лидер. Президент Беларуси считает, что США пытаются делать политику в мутной воде, чтобы сохранить доминирующее положение в мире. Ради этого они способствуют разжиганию разного рода конфликтов. Это их политика. Украина, вся Европа колошматится. Им не до Ближнего Востока, не до других вопросов. «Ближний Восток – это значит весь арабский мир там, и Африки хватит. И вы же знаете, они там на Востоке, Тайвань и прочее, там еще эту заварушку организуют. Вот им надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде была», – сказал Лукашенко. Что касается израильско-палестинского конфликта, белорусский лидер видит один выход – надо создавать палестинское государство. Так как было в 1947 году принято решение, им надо создать государство. Сказать, не автономия палестинская. Вот ваше государство, а вот еврейское государство. Сесть и договориться раз и навсегда. Президент Беларуси подчеркнул, что ни израильскому народу, ни палестинскому конфликты война не нужны. Эскалация противостояния может быть опасна для всего мира. Может быть, Третья мировая война. Она может оттуда начаться. Если они, Израиль и их союзники, начнут с Ираном воевать, – сказал Лукашенко. Если американцы, подтянув туда эти ударные авиагруппы, авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря, хотя не думаю, что они безумцы, какие-то страны, и особенно Иран, то Иран ответит. И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море. Потопят. Это катастрофа. Поэтому очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт. А может быть и война с применением самого серьезного оружия. Ситуация очень опасная. Израиль – ядерная страна. Имеет ядерное оружие, которое может применить. Иран – не подарок. Речь о мощи страны, в том числе военной. Если вспыхнет, мало не покажется, отметил белорусский лидер. А дальше, добавил глава государства, могут разгореться и другие региональные конфликты. Вспыхнет вся планета. Лукашенко также ответил на порой звучащее заявление, что России и Беларуси может быть выгоден разгоревшийся израильско-палестинский конфликт, так как Украина отошла на второй план. Суть позиции белорусского лидера в том, что нечему радоваться, когда гибнут люди. И подобная выгода такой ценой не нужна. Более того, по этой логике можно найти и других выгодополучателей от ситуации на Ближнем Востоке. Например, в рамках предвыборной риторики в США. А что, американцам невыгодно? У них выборы. В Украине они обкакались и очень прилично. И выборы, и Украина не получается. Надо как-то перейти на другое поле, заметил глава государства. Или взять внутриполитическую ситуацию в самом Израиле. Посмотрите, что там происходит. Там же внутри идет фактически бойня. Этого бедного Нетаньяху уже мочат сколько месяцев подряд и лет. Уголовные дела завели. Заварушка выгодна, исходя из той логики, что нас упрекают. Наверное, выгодно. Можем мы так рассуждать? Можем. Резюмировал белорусский лидер. Ожесточены и взвинчены. Реальны ли переговоры по Палестино-израильскому конфликту? В проекте «В теме» на ютуб-канале Белта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказал мнение о том, насколько реальны на данном этапе переговоры по Палестино-израильскому конфликту. Прямо сейчас едва ли они сядут за стол переговоров, считает Лавров. Они, израилетяне, особенно, просто ожесточены. Это проявляется в многочисленных официальных заявлениях руководства. Премьер-министра, министра обороны, министра экономики, других членов кабинета. Но палестинцы тоже находятся в весьма взвинченном состоянии, учитывая тысячи гражданских, которые в результате ответных действий Израиля погибли или были ранены. Поэтому, потеряв огромное количество людей и в Израиле, и в Палестине, в том числе и иностранцев, сейчас, конечно, говорить о том, что давайте завтра садиться за стол переговоров, это нереально. По словам Лаврова, одним из наиболее серьезных факторов, который подпитывает экстремизм и терроризм в регионе, является неурегулированность вопроса с созданием палестинского государства. Я давно со своими израильскими коллегами в более спокойные времена обсуждал эту ситуацию на Ближнем Востоке. Перспективы прямого диалога между Израилем и палестинцами. Они эмоционально высказывались о праве Израиля защищать себя и неприемлемости для них всего того, что происходит, когда экстремисты устраивают акции против Израиля или против израилетян в том или ином регионе, и о том, что экстремизм должен быть уничтожен любыми методами. Это была их позиция, сказал Лавров. Глава внешнеполитического ведомства России дополнил, никто не хочет экстремизм поощрять, тем более терроризм. Но я им говорила очень простую вещь, что, абстрагируясь от немедленных, сиюминутных процессов, связанных с проявлениями этих экстремистских настроений, нельзя не признать в историческом плане, что неурегулированность вопроса созданием палестинского государства является, на мой взгляд, наиболее серьезным из факторов, которые используются для того, чтобы подпитывать экстремизм и терроризм в этом регионе. В основном население региона, если не брать аравийские монархии, живет не очень зажиточно. Многие дети рождаются в бедных семьях, и им объясняют, что там есть такие опытные учителя, что все это происходит потому, что их лишили законного обещанного ООН самостоятельного государства, что их оккупировали, что есть решение ООН о том, что Израиль это оккупирующая держава. Поэтому, когда сколыбели, по сути дела, с младых ногтей себя таким образом, если можно это назвать воспитывают, можно назвать индоктренируют, уже два поколения за эти 75 лет, как минимум, выросли в таком экстремистском духе, вплоть до террористов-смертников. Это же хорошо известно, отметил Лавров. Глава российского МИД рассказал, что Хамас рассматривался как противовес организации освобождения Палестины еще во времена Ясера Арафата, когда эта организация освобождения Палестины считалась террористической. А Хамас где-то даже поощрялся как противовес до тех пор, пока организация освобождения Палестины не поменяла свой устав, признала право Израиля на существование, Ясера Арафат получил Нобелевскую премию мира и т.д. Но когда Хамас уже был устоявшейся политической структурой, все выступали за то, чтобы организовать выборы и объединить политически, административно Газу и западный берег реки Иордан. Тогда еще это можно было сделать даже на земле. Обсуждалось строительство эстакады для железнодорожного автомобильного сообщения, но для этого нужно было дождаться результатов выборов в Газе. Я тогда уже был министром, а Кандализа Райс была государственным секретарем. И американцы просто сделали своей главной задачей провести выборы в секторе Газа, потому что там должна быть демократия. Мы, анализируя обстановку на месте, расклад сил, предупреждали, что настроение в обществе радикальное и результат может быть не столь благоприятным для прямых переговоров с Израилем. Она категорически отказывалась эти аргументы принимать. Нет, вот объявили выборы, надо их провести. Провели их, Хамас победил, и американцы тут же не признали результаты этих выборов. Вот такая какая-то бесшабашность в их политике, если только это не холодный расчет, заключающийся в том, чтобы любыми методами создавать здесь раздражители и спровоцировать нестабильность, а потом самим приходить и разруливать по своему усмотрению, как и что здесь будет выглядеть, отметил дипломат. Поэтому, конечно, мы посылаем сигнал израилетянам. У нас с ними контакты сохраняются в полной мере. Посол наш регулярно общается с ними. Посылаем сигнал о необходимости все-таки искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе, добавил Лавров. Глава МИД также высказал мнение о том, что палестино-израильский конфликт стал для Запада сигналом о том, что следует задуматься об обеспечении интересов национальной безопасности. Когда вдруг разразился конфликт на Ближнем Востоке, когда было совершенно абсолютно неприемлемое террористическое нападение на Израиль, и когда Израиль, не вполне руководствуясь нормами международного гуманитарного права, публично ответил и публично объявил, что его ответ будет беспощадным, что они будут уничтожать Хамас, а уничтожить Хамас, не уничтожив Газу с большинством мирного населения невозможно. Конечно, это послало Западу сигнал о том, что надо думать, как быть не только в Украине, где они хотят нанести стратегическое поражение России на поле боя, а как вообще обеспечивать интересы безопасности, сказал Лавров. США все время заявляли и продолжают заявлять, что национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке. Но если это так, то надо было давно стимулировать те самые переговоры, о которых мы говорим и которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН. А у них просто такой, я бы сказал, маниакальный глобальный охват своих мечтаний и планов. Если бы только мечтаний, то бог с ним, но планов главное, подчеркнул дипломат. НАТО – это уже не оборонительный альянс по защите территорий членов. А как они на последних двух саммитах провозгласили, это альянс с глобальной ответственностью. Безопасность в Евроатлантическом регионе неразрывно связана с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, как они теперь азиатско-тихоокеанское пространство именуют. То есть это заявка на то, чтобы править миром. Но если ты правишь миром, тогда соотнеси свои силы с какими-то приоритетами, а то и надорваться можно. Я сейчас не злорадствую. Это просто лишний раз показывает, что все проблемы необходимо решать по-честному и без двойных стандартов. Резюмировал глава внешнеполитического ведомства России.